Всем привет. Меня зовут Костя, я из компании DevTeam. На сегодняшний день я подготовил тему о NPM скриптах. В частности, чем мы вообще занимаемся в рабочее время? Это наводящий такой вопрос, риторически отвечать не обязательно. Мы делимся новостями, мы пьем кофе, но еще мы автоматизируем бизнесы. И, наверное, поэтому было бы логично попробовать автоматизировать свой workflow. То есть мы пришли, мы стали работать. Наверняка что-то можно было бы сделать, чтобы было проще. Поэтому я всегда пробовал через Packet.json и директорию скрипты савтоматизировать свою работу и хочу показать то, что я использую в повседневной жизни. Так, мы видим Packet.json и конкретно я буду говорить про объект скрипт. Просто всем напомню и скажу, что это называется NPM скрипт. Много было об этом споров, но в интернете так сказано. Просто поверим. Самый первый и самый простой кейс – это почему бы не запихнуть в NPM run start нашу стандартную команду ng-serve и добавить к ней порт 8080. Например, в моем проекте это критично. Наши все опихи смотрят и доверяют только localhost 8080. Поэтому, чтобы не описать это каждый день, можно упростить и запихнуть это прямо сюда. Сразу скажу, что конкретно данный доклад не будет о том, чтобы вам рассказать про какие-то детали, о том, как вас научить пользоваться скриптами. Нет, просто выкладки интересные, чтобы просто подумать об этом вечером, попробовать завтра на работе. Ну и в принципе хороший good practice. Следующий, да, кстати, называется good practice. Например, когда мы хотим сбилдить проект, это будет build или build prod, хороший practice является использовать локальную версию ангуляра. Но так как локальную версию ангуляра прописывать очень сложно, поэтому хороший способ запихнуть ее в скрипты. И в следующий раз запускать программу как npm run build, и мы сразу достучимся до всей вот этой длинной конфигурации. И в частности, использование ангуляр кри бин нг я не очень уверен. Если у кого-то есть способ сделать это проще, то скажите. Но именно кейс в том, чтобы использовать локальную версию ангуляра. Это так нужно. Это хорошо и будет стабильнее деливеринг нашего кода на сервер. Следующий кейс, который я бы хотел рассказать, это use external tools. Достаточно все просто. npm скрипты могут запускать сторонние сервисы, например, avs и все остальные. В моем кейсе здесь происходит deployment в папке dist. Следующее это давайте спрячем имплементацию. Давайте в следующий раз, когда придет на проект программист, ему не придется разбираться с тем, как использовать tools.u.avs, ему не придется читать документацию, потому что кто-то уже единожды написал и просто сохранил это в скрипты. В следующий раз все будет очень просто. Просто пропишется команда npm run deploy или npm run deploy prod, и независимо от того, читал программист про avs или нет, силает работает как нужно, и тем самым мы просто прячем нашу имплементацию. Следующий пункт это давайте снизим риск ошибки. В частности, этот use case о том, когда у нас есть, я уверен, что у всех проектах есть, есть dev environment и есть production environment. Можно еще и говорить о стейджинге, но для упрощения здесь именно dev и prod. Например, нам нужно сбилдить приложение и задеплоить приложение. Чтобы не сбилдить нечаянно продакшеновскую и не задеплоить ее на dev или наоборот, мы можем просто запихнуть это в одну команду и запускать как npm run build and deploy prod. И в таком случае мы консервируем реализацию и ни в коем случае не сделаем ошибку. Если скрипт будет написан неверно, то мы просто не достучимся до него. Также про некоторые трюки, которые уже были показаны в этой презентации, просто хочется сакцентировать внимание, чтобы все знали. Это амперсант и двойной амперсант. В чем разница? В том, если мы будем запускать npm run install и одинарный амперсант и следующую команду, они будут выполняться параллельно. Если мы хотим их последовательно, мы их запускаем через двойной амперсант. Если хотим ускорить наши процессы и сделать одновременно две задачи, мы используем одинарный амперсант. Также есть такие префиксы и постфиксы, как pre и post. Это используется для того, чтобы запуская один скрипт, npm install, мы могли уточнить, что, например, существует preinstall. Мы его опишем, и он будет выполняться до install. Прелесть в том, что мы таким образом просто типизируем наш флоу. Мы выполняем что-то до и что-то после всего лишь одной командой. Следующий момент. Через npm скрипты можно исполнять различные нод и баш скрипты. В частности, про нод скажу, что это очень дает большое поле для фантазии, и можно добавлять версию приложения, можно генерировать какой-то дополнительный скрипт. Неважно. Это очень большие возможности. А насчет баш скриптов, читал, когда готовился. Да, используют баш скрипты, но я бы сам не советовал, потому что те, у кого Mac их еще запустят, те, у кого Windows, придется помучаться. Чтобы не вызывать боли у других программистов, просто я бы не использовал баш. В целом это все, и это тот практик, который бы я хотел донести в использовании скриптов, npm скриптов. Хотелось бы сказать спасибо и используйте скрипты с удовольствием. Ну что, ребятки, вопросы? Лесрук. Кто когда-нибудь уже автоматизировал свои процессы через package.json, через npm скрипт секцию? Ну где-то половина. Из тех, кто это делал, есть ли вопросы? Хорошо, зайдем с другой стороны. Кто не автоматизировал, поднимите, пожалуйста, руку. Было ли понятно? Если было понятно, поднимите. Мы сейчас уже соцопросы проводим. По-моему, поднимают одни и те же люди руки. Ну ладно, сойдет. Ну что, родился вопрос? Я отсюда не уйду без вопроса. У нас еще время есть. Ну ладно, тогда ловите. Это он. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. У тебя был пример с S3, и ты упомянул, что типа не нужно будет человеку вникать в S3. Но если я, насколько я помню, всегда перед тем, как выполнить какую-то команду, нужно обязательно залогиниться в консоль. То есть в любом случае человеку придется сделать какой-то логин, то есть придется все равно с этим разбираться, что там сгенерить XS и Secret Token. Да, сейчас покажу. В частности используется профайл клиента. Если AWS использовать как CLI, AWS CLI, то ты можешь единожды прописать свой профайл и в нем указать, как сказать, переменные, да, ты можешь указать просто переменные environment, например, для дева и для продакшена. И они будут сами подтягиваться. Ну, эти переменные, они устанавливаются в home directory, там типа .vs папка и в ней там... Но если я правильно помню, то они экспарятся или нет? Нет, нет, нет. У нас уже, я полгода на одном проекте сижу и все время мы деплоим конкретно вот таким образом. Ну, то есть если ты кому-нибудь нечаянно сольешь эти креды, то человек может много хорошего сделать, получается. Ну, кому ты их сольешь? Ну, бывает, ну, окей, спасибо. Вот от меня вопросик небольшой. А пробовал ты автоматизировать тестирование вообще, юнитесты? Да, конечно, можно также запускать отдельной командой перед деплойментом запуск тестов, как NG и E2E, например, и если все successful, то пойдет дальше. А вот смотри, если у нас есть, например, package.son, да, а есть несколько проектов. Вот сталкивался ты с тем, чтобы конфиги как-то под одну крышу загонять для нескольких проектов, либо как вообще разруливаясь, там, последовательности, либо, например, у тебя отдельно должны билдиться, например, деплоиться твой проект отдельно, и это все завязано друг на дружку. Такие более сложные решения, скажем. Да, вообще конкретно файл AngularJSON в себе содержит несколько конфигураций, и можно в одну папку пихать несколько проектов и через файл AngularJSON их распределять каждый, что делает. И просто через, опять же, npm script обращаться к конкретному проекту и к определенной команде. Да, в частности, рассматривал тот вопрос, который вы задавали в чате с Алексеем. Он касался Angular CLI Builders. И Angular CLI Builders я не совсем увидел, как можно использовать в данном контексте, потому что там достаточно сложная реализация, но при этом можно сделать что угодно. Окей. Ребята, кстати, вот небольшой вопросик. Кто-нибудь слышал раньше про Angular Elements? Где-то половину слышал. У нас тут такая история. Костя в последнее время сталкивался с этой темой не на шутку, и есть шанс, что у нас появится новый доклад. Так что будем надеяться, что Костя хорошенько перед Новым годом поработает, и у нас уже после Нового года будет такой докладик. Соответственно, кому интересно, прошарьтесь в этой теме, готовьте вопросы. Костя будет рад все поотвечать. Спасибо большое. Да, конечно. Спасибо. 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 Спасибо.